Если вы позволите, я в меньшей степени буду говорить о том, что мы делаем с Афганистаном, особенно в части укрепления военно-технического сотрудничества. Это, в конце концов, ваша задача, не столько наша, Министерство иностранных дел. Я бы хотел несколько быстро, поэтому буду читать, коснуться истоков возникновения проблемы, хотя о ней сегодня много говорили. Религиозное самосознание многонационального афганского народа на протяжении веков формировалось под влиянием ислама ханифистского толка, суфийских школ Нахшабандии и Кадырия, это в основном пуштуны, таджики, узбеки, туркмены и некоторые другие народы, а также шаизма джафарийского толка, хазарийцы, козелбаши. Небольшая часть населения привержена исмаилизму. Такая культурно-идеологическая основа прививала афганцам традицию в целом терпимого отношения к инакомыслию, при том условии, что оно не покушалось на сложившиеся конфессиональные устои и порядки государства. Однако в условиях ослабления исторически сложившихся институтов власти и гражданской войны религиозный радикализм начинал доминировать над либеральными настроениями, приобретая подчас крайние формы. Так случилось после 1992 года, когда Афганистане царило муджахетский беспредел, в ответ на который возникло движение талибов, подпитывая принесенными извне идеологическими установками аль-Каиды, которая проповедовала как раз глобальный джихад. Захватив большую часть страны, талибы установили репрессивно-политический режим, деяние которого с пугающей точностью повторяют теперь боевики ИГИЛ на подконтрольных территориях в Сирии и Ираке. Сегодня мировоззрение ИГИЛ активно наслаждается и набирает сил в Афганистане, где число его сторонников неплонно растет за счет рекрутирования, прежде всего, боевиков талибов и других антиправительственных группировок, включая исламское движение в Узбекистане, для которых пассионарная идеология глобального джихада, подкрепленная более значительными денежными вознаграждениями, ИГИЛовцам платят в 2-3 раза больше, чем боевикам талибов. Выглядит привлекательный. Вожаки афганского крыла ИГИЛ рассматривают отход руководства движения талибов от глобального джихада как вера отступничества и стремятся подчинить себе весь спектр афганской вооруженной оппозиции. Настораживает также и до, что, по имеющимся у нас сведениям, в целом ряде случаев авиаудары, находящиеся в Афганистане, иностранного военного контингента наносится именно по тем боевым отрядам талибов, которые отказываются от сотрудничества с ИГИЛовцами. Я надеюсь, мой давний хороший друг господин Атмар как-то прокомментирует это странное явление. При этом вопроса к афганской армии нет. У афганской армии просто отсутствует боевая авиация. При этом внешние спонсоры ИГИЛ подают дело таким образом, будто острие его атаки направлено не против Афганистана, а только сопредельных стран. Политика и идеологические постулаты ИГИЛ, нацелены на строительство всемирного халифата, откровенно отрицает право мусульман на государственность и культурную самобытность. На практике это означает повторное превращение Афганистана в рассадник, еще одну опорную базу глобального терроризма, в рамках которого афганцам отводится роль безликого пушечного мяса. В уже ближайшей перспективе афганцев хотят столкнуть с мусульманскими соседями, исповедующими миролюбивый ислам и верность в весь этот обширный азиатский регион к причинам братоубийственной войны. Развитие событий по такому сценарию чревато окончательным коллапсом Афганистана как государством. Сегодня ГИЛ пока не набрало в Афганистане достаточную силу для реализации этого деструктивного плана, однако событие развивается стремительно, и уже с самой обозримой перспективе мы можем столкнуться с большой угрозой дестабилизации этого региона. Государствам региона и всем внешним игрокам, которые действительно заинтересованы в стабильности Азии, необходимо действовать сообща для подавления этой новой опасности зародыши. Спасибо за внимание. Спасибо.